Лекция вторая. Шахматная горячка. Шахматная в советской России 1920-х годов. Шахматная горячка. Такие мрачные джентльмены. В то время как красные фигуры – это такой бодрый красноармеец, счастливые пешки, ладьи в форме красной звезды. Кроме того, черный король, точнее белого цвета король – это смерть сама. В то время как красные фигуры – это бодрый молотобоец. Вот это ощущение полярного мира передают эти самые знаменитые фигуры в красно-черных тонах. И такой же красно-черный столик Родченко, который он в 1925 году приготовил для Всемирной выставки в Париже. Это тоже было таким современным русским авангардом, так же, как и эти шахматы. Это говорит о том, что шахматы вписываются в культуру, в том числе и на художественном уровне. Вот такая символика 20-х годов. Если рассматривать революцию с точки зрения теории катастроф, то это целая система необратимых качественных изменений, приводящих к новому состоянию общества. Безотносительно, будет оно лучше или хуже. И, собственно, историки до сих пор спорят о том, было новое общество лучше или хуже того, которое было до революции. Но, тем не менее, те же самые необратимые качественные изменения затронули шахматы в нашей стране. Говорят, что в 20-е годы правительство навязывало новую культурную политику своему народу. Но с шахматами это теориям некоторых современных историков не вполне работает. Это интересно то, что как раз шахматы, а точнее те люди, которые занимались шахматным движением в Советской России 20-х годов, как раз старались использовать ту новую политическую систему для того, чтобы приспособить к ней шахматное движение и распространить и развить его на новый уровень, о котором в дореволюционные, довоенные годы только мечталось. Хотя, конечно, сначала во время Первой мировой войны, во время Русской революции и Гражданской войны вообще стоял чисто вопрос выживания, потому что очень быстро шахматная жизнь сначала начала затухать. В годы Первой мировой войны постепенно свелась на нет, я имею в виду широкую общественную жизнь. В годы Гражданской войны добавились личные невзгоды, раскол общества. Например, эмигрировал Сабуров, один из главных покровителей дореволюционных шахмат. У Деникина работал и умер там от ТИФа Борис Малютин, один из крупнейших петроградских деятелей. Был расстрелян белогвардейцами в Киеве талантливый шахматист Ивенсон, попал в тюрьму уже на Урале известный мастер Дус Хатемирский и так далее. То есть и русская эмиграция, и необходимость как-то приспосабливаться заставляла шахматистов искать какие-то новые формы организации. Еще в 2018 году в Петрограде проводились какие-то турниры, но к зиме 2019 жизнь замерла, люди стали собираться на частных квартирах. Петроградское шахматное общество было реквизировано, там стояли красноармейцы и, как вспоминал позже Алёхин, развлекались тем, что любили стрелять по крупным шахматным фигурам. Практически ничего из коллекции этих фигур не сохранилось. В Москве вся шахматная жизнь перетекала по квартирам шахматистов, потому что были такие счастливцы, у которых эти квартиры зимой хорошо отапливались. Здесь неподалеку от центрального шахматного клуба на Гоголевском бульваре была квартира, ставшая центром шахматной жизни Москвы, именно потому что она отапливалась. Когда же гостей, приходивших здесь играть неофициальные чемпионаты Москвы, хозяин уже пытался выпроведить, они перемещались, например, на подоконник в подъезде, потому что в подъезде тоже тепло. И играли в шахматы до полной темноты, потому что если они обладали таким богатством, как коробок спичек, то это был одновременно и способ освещения, и способ контроля времени. То есть зажигаешь спичку, пока ты думаешь над доской, спичка горит, пока она окончательно начинает обжигать пальцы, ты спичку гасишь и должен сделать ход, потом то же самое делает противник. Как вспоминал известный шахматный деятель Александр Ильин Женевский, было так холодно, что во время партии танцуешь ногами под столом польку бабочку, для того, чтобы ноги не замерзли. Тем не менее, надо было искать какие-то способы выживания, и вот как раз Ильин Женевский был одним из тех, кто придумал приспособить шахматы к новой революционной действительности. И поскольку он был назначен одним из крупных функционеров такого всевоенобуча, то есть организации, которая занималась допризывной подготовкой Советской России, он доказал руководству, был такой известный достаточно деятель Подвойский, доказал руководству, что шахматы – это тот же самый спорт, который должен входить в подготовку вот этой самой допризывной публики. Поскольку спорт рассматривался не как система физического совершенствования тела, не как лепка самого себя, а как форма воспитания воли человека. И Ильин Женевский доказал Подвойскому, что шахматы в этом смысле иногда даже превосходят другие виды спорта, поскольку именно там волевое усилие, напряжение мысли заставляет человека преодолевать самого себя. Во всяком случае, он был настолько красноречив, что шахматы включили в программу допризывной военной подготовки. Тут же по всем округам, все военнообучие разошлись приказы о том, чтобы шахматы тоже были учтены в процессе вот этой работы. А в Москве шахматисты разжились большой квартирой над нынешним домом педагогической книги в проезде художественного театра или в Камергерском, как снова сейчас говорят. Большой квартирой, где было даже два балкона, на которой в теплое время выставлялись тоже шахматные столы. Вот эта квартира на Камергерском стала таким центром первой шахматной жизни, главной ценностью которой была в том, что государство, финансируя все в обуч, финансировало в том числе и шахматы. Это был очень удачный эксперимент. Чуть позже похожий эксперимент включения государственных структур в финансирование шахмат провели петроградские шахматисты. Они добились того, что шахматы стала частично финансировать такая организация, как Петрогубкоммуна, то есть организация, которая ведала коммунальной хозяйственной жизнью Петрограда. И первым шахматным изданием, которое стало выходить в 2021 году, стал вот этот самый листок Петрогубкоммуны, шахматный листок Петрогубкоммуны, где печатались шахматные новости. Ну а печатное слово в то время – это главный, основной источник распространения информации, из которого шахматисты, собственно, могли узнать, что шахматная жизнь существует, что проводятся турниры и так далее, и так далее. В Москве же, в Камергерском переулке, впервые прошел чемпионат Москвы, а потом была основа использована идея Всевобыча провести Всероссийскую Олимпиаду, где представители самых разных видов спорта должны были участвовать в соревнованиях. Решили включить туда и шахматы, и выяснилось, что именно шахматисты оказались наиболее активными деятелями Всевобыча, потому что сама Олимпиада не состоялась. И только единственная часть Олимпиады, которая получила название Всероссийская шахматная Олимпиада, была проведена в Москве вот в этом самом Камергерском переулке. По всем правилам военного коммунизма шахматистов не приглашали на турнир, а мобилизовывали. Их вот при помощи этой системы Всевоенобуча, которая практически была призывной системой, а стало быть очень хорошо контролировала все регионы России, поскольку нужно было учитывать всех военнообязанных, разыскивали по всей стране шахматистов где-нибудь там в Минской губернии, на Урале и так далее, и предписывали препровождать их в распоряжение зам, нач, глав, упор Всеввоенобуча. Таким образом, многие шахматисты, за некоторыми исключениями, собрались в Москве и разыграли вот эту Олимпиаду, а кроме того, потом еще и провели съезд для того, чтобы определиться, как им жить дальше. Победителем стал Александр Алехин, и вот эта Олимпиада считается как бы отсчетной точкой всех чемпионатов Советского Союза, а теперь и нынешней России. То есть она была первой, а дальше уже идет нумерация. Хотя до революции чемпионаты тоже проводились, но нерегулярно и, скажем так, на добровольной основе участников. Призы на Олимпиаде выдавали за счет вещей конфискованных ломбардов, а кроме того, совершенно в стиле революционного авангарда выдавались такие грамоты победителям. Одна из них существует в музее шахмата, потому что третье место занял один из первых гроссмейстеров Советского Союза Григорий Левенфиш, и потом эта грамота от него перешла в наш музей. Но это были попытки организовать шахматы в эпоху военного коммунизма, а с введением НЭПа возникла как бы альтернативная система организации шахмат в Петрограде. Шахматисты, когда-то входившие во Всероссийский шахматный союз еще до революции, попытались его возродить уже под новым названием для того, чтобы вот эта шахматная жизнь по-прежнему жила на частных и общественных началах. И очень многие активные деятели, которые работали до революции, ну назовем Самуила Вайнштейна, который был секретарем, те люди, которые не эмигрировали, не погибли в гражданской войне, не ушли с белыми, они собрались, и в Петроградском архиве существуют документы, показывающие, что примерно те же деятели, которые работали во Всероссийском шахматном союзе до революции, снова попытались воссоздать его вот в новую эпоху. Эпоха НЭПа позволяла достаточно широко развивать частную инициативу, в это же время начинает издаваться частный журнал шахматы, который издавал Николай Иванович Греков, потом известный историк, ну и Петроградское шахматное собрание, возродившись, стало издавать вот такой вот шахматный листок с новостями, вот в который превратился листок Петра Губкоммуны, о котором я говорил раньше. То есть это была принципиальная вещь, и шахматисты Петрограда даже смогли провести новый очередной чемпионат СССР. Таким образом, в эпоху НЭПа возникло две модели. Первая, идущая от Всевобуча и Петра Губкоммуны, модель, используя новую идеологию нового общества, брать деньги у государства, распределять их, финансировать таким образом проведение турниров, а также работу инструкторов и так далее. И старая система общественной организации, которая существовала на взносы, но за тем минусом, что частных богатых меценатов в Советской России уже не было, и это, конечно, очень сильно усложняло работу вот этого нового общества. Вот эти две модели, Петроградская и Московская, существовали где-то параллельно до 1923-1924 годов, когда возникла идея включить шахматы полностью в государственную структуру. Есть разные версии того, как это конкретно произошло. Одни говорят, что этим занимался Константин Механожин, очень крупный деятель военный того времени. Другие говорят, что Александр Льинженевский, большевик. Но общая канва событий такова. Возникла идея в том, что шахматы нужно включить во Всесоюзный совет физической культуры, который подчинялся, собственно, Совету народных комиссарам. То есть, таким образом, Совет народных комиссаров, финансируя вот этот Всесоюзный совет физической культуры, финансировал в том числе и шахматы. Эти деньги шли на оплату работы инструкторов по регионам, эти деньги шли на организацию турниров, на командировки и на издание новых периодических изданий, которые, как всегда, да, со времен еще известна большевистская идея издания «Газеты и правда», вокруг себя консолидировали, вокруг этого печатного органа консолидировали каких-то единомышленников. Вот «Шахматы Грекова» как частный журнал, позже появился журнал «64 шахматы и шашки в рабочем клубе» были бы как бы двумя вариантами вот этой организации. Кроме того, нужно сказать, что была использована очень важная идея такого высшего покровительства шахматам. Можно сказать, что были покровители шахматы земные и небесные, но небесные – это классики марксизма и ленинизма. В то время было хорошо известно, что Маркс был любителем шахмата, а еще больше было известно, что большим любителем шахмат был Владимир Ильич Ленин. Сам он, правда, после революции мало играл в шахматы, но было хорошо известно, что он эту игру очень любит. В общем, играет относительно сильно, и более того, Ленину стали приписывать знаменитую фразу «шахматы – гимнастика ума». Ну, современные историки спорят, кто это первый сказал. На самом деле, это старое, старое, еще идущее из античности определение. Тогда это относилось к математике, и, в принципе, вплоть до XIX века больше это использовали фразу «к математике», «математика – гимнастика ума». Но где-то с XVIII-XIX веков, если не раньше, это стали применять и к шахматам. Даже в учебнике Стейница вы можете найти высказание о том, что шахматы – это гимнастика ума. И в какой-то русской книжке, когда Ленину было еще 10 лет, такой популярной, как выигрывать в бирюльке шахматы, шашки и домино, тоже начиналось с того, что шахматы – гимнастика ума. То есть вот эта распространенная фраза, возможно, действительно произнесенная Лениным, была приписана ему. И потом, с тех пор, вы часто можете увидеть фотографии соревнований или шахматных клубов, где висит огромный транспарант на красном кумаче белыми буквами шахматы – гимнастика ума Владимира Членина. Эта фраза встречала в том числе и участников крупнейших международных турниров в Центральном шахматном клубе на Гоголевском бульваре. Но это была та священная фраза, которая как бы покровительствовала шахматам. Но не только Ленин. Троцкий – крупная фигура, военный министр, точнее нарком, тоже был большим любителем шахмата. Сменивший его на посту наркома военных морских сил Фрунзе был большим любителем шахмата. Министр здравоохранения Симашко, который возглавлял как раз высший совет физической культуры, тоже был большим любителем шахмата. Нарком просвещения Луначарский был любителем шахмата. Представитель правительства Рыков был любителем шахмат. То есть целая группа чиновников, партийных деятелей, которые стояли на самом верху, будучи любителями шахмат, таким образом оказывались покровителями этой игры. И таким образом действительно все это финансировалось. Стоял только вопрос за малым. Нужно было найти какое-то лицо, которое было бы посредником между вот этим шахматным движением и правительственной и партийной верхушкой для того, чтобы, собственно, транслировать идеи и бороться за финансирование. Было несколько кандидатов и решили, что сначала хотели Лепешинского, который был партнером Ленина и оставил воспоминания о том, как здорово Ленин играл в шахматы. Потом нашли другую фигуру человека, который действительно самозабвенно ублелся шахматами примерно вот в этот 23-24 год. Это был тогда замнарком юстинции Николай Крыленко. Фигура очень неоднозначная, но тем не менее, вот будучи человеком волевым, деятельным и с большими связами в партийной среде, он, кстати, был первым советским главковерхом, когда еще не распустили армию во время Первой мировой войны. Так вот, он мог, например, позвонить Симашко, главному писателю Всесоюзного совета физической культуры, и сказать, что, вы знаете, нам не хватает финансирования, вот давайте этот вопрос поставим на ближайшем заседании. И деньги выделялись. То есть, более того, именно Крыленко добился того, что выделялись деньги и на первый московский международный турнир 1925 года. То есть, вот волевая фигура Крыленко, который сам был деятельным и требовательным человеком к другим и к всему, оказалась вот тем посредником между общественным шахматным движением и правительством, которое отвечало за финансирование этого движения. Но Крыленко смог сформулировать новые лозунги шахматного движения так, что они будут поставлены на пользу новой идеологии. То есть, нам не нужны бурзажные шахматы, где люди играют ради собственного удовольствия, говорил Крыленко и писал это в лозунгах, и это стало основной идеологией советского шахматного движения 20-х годов. Нам нужны шахматы в рабочей среде, нам нужно культурно развивать пролетариат, и поэтому шахматы должны быть вот тем самым инструментом культурной революции, который будет развивать наши народные низы, хотя так тогда не принято было говорить. Пролетариат, рабочий класс и так далее. Вот с этими лозунгами было собрано в 2024 году Всероссийский шахматный съезд, который констатировал, что будет создана новая шахматная организация, которая заменит и Старый шахматный союз, то есть Петроградскую линию, и которая сможет объединить гораздо большее число шахматистов. Параллельно началась работа в профсоюзах. Действительно, профсоюзы объединяли по профессиональному признаку самые разные рабочие, и не только рабочие, даже интеллигентские профессии. Был, например, профсоюз софторгслужащих, куда входил Михаил Батвинник, например, то есть люди скорее интеллигентского склада, они тоже проводили свои турниры. И вот эти профсоюзы начинали с тысяч, с десятков тысяч, и постепенно поднимали число участников шахматного движения. В середине 20-х годов уже не 5 тысяч максимум, как было в древолюционной России, а 40 тысяч было охвачено шахматным движением. В это же время проводятся новые чемпионаты Советской России, но и, пожалуй, кульминацией становится 1925 год, когда удается провести московский международный турнир с участием почти всех сильнейших шахматистов мира, в том числе чемпион мира Капабланка, которого принимали вообще как шахматного короля, даже его стул оборачивали на турнире фольгой для того, чтобы он чем-то нафмел трон. То есть вот такой как бы наивный монархизм сохранялся, и почитательницы выстраивались к нему с коробками конфет и так далее. То есть это было очень мощным культурным явлением, но Крыленко, который в то время руководил советскими шахматами, выдвинул его как идеологическое шоу, которое показывало прорыв буржуазной блокады. Надо понимать, что Советская Россия тогда воспринимала себя как такой новый мир в осаде чужого старого мира, который рано или поздно тоже станет новым, но пока он Советскую Россию не любит, ненавидит и будет стараться всячески ограничивать. И если приезжают сильнейшие шахматисты мира в Москву, то это и есть прорыв культурно-информационной блокады. Вот именно так это подавал Крыленко, и именно под этим соусом смог получить от правительства Советской России 30 тысяч рублей на организацию турнира. Причем это хватило и на проезд участников, на их проживание в гостинице «Метрополь», и даже на съемки знаменитого фильма «Шахматная горячка» Пудовкина. Вот заставка этого фильма. Первый вообще фильм на шахматную тему. Ну, такие скрупулезные и дотошные историки кино могут сказать, что был такой фильм «Шахматы любви», но там ничего нет о шахматах, там в основном о любви. Фильм с Верой Холодной, который, к сожалению, не сохранился. А первый шахматный фильм, игровой, да еще и комедия, над которой даже сейчас можно кое-где посмеяться, это вот как раз был фильм Пудовкина «Шахматная горячка», снятый на государственные деньги. Он показывает вот это вот безумие шахматной горячки в Советской России 25-го года. Я напомню, к тому же, что вскоре после этого турнира, да, выходит роман «12 стульев» Ильфа и Петрова, где тоже довольно ярко показан вот этот вот шахматный взлет любителей, в том числе и в провинции. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. Кроме того, этот турнир подстегнул интерес к шахматам молодежи. И, например, Алатарцев, Ботвини, Крупцова, то есть шахматные имена, чемпионские имена будущего, как раз во многом увлеклись и серьезно стали относиться к шахматам именно после этого самого турнира 1925 года. Многие приходили на этот турнир. Надо сказать, что интерес к шахматам в Советской России был гораздо выше, чем интерес к шахматам в России дореволюционной. Есть воспоминания академика Струмилина, который видел легендарный петербургский шахматный турнир 1914 года. Он говорил, что обычно 30-40 зрителей было на турнире, не больше. В то время как в московском турнире 1925 года зрители полностью занимали зал на несколько сотен мест, и каким-то образом там оказывалось, хотя распределялись билеты, там оказывалось примерно в два раза больше зрителей, чем он вмещал. Кроме того, толпа была такая, что мешало движению вокруг гостиницы «Метрополь». И конные милиционеры ее разгоняли, допустим, когда ждали, чем закончится партия «Ласкер» Капабланка, то есть они кричали «Все, расходитесь, все равно ничья». Во всяком случае, вот этот турнир подстегнул дальнейшее развитие шахмат. Более того, действительно, шахматы оказались очень удобной игрой с точки зрения интеллектуального развития страны. Дело в том, что игра, которая сама по себе просто интересна, еще и развивает человеческое мышление. То есть вот этот способ представлять свои действия в уме, очень быстро видеть их последствия и таким образом их корректировать или нести, скажем, ответственность за то, что ты совершил на доске. И при этом это остается простым и понятным тренажером. Так вот, в это время в России происходит культурная революция. То есть если в XIX веке было хождение интеллигенции в народ, то теперь процесс можно назвать хождением народа в интеллигенцию. То есть массовая индустриализация страны, начинающаяся, вот массовый приток бывших крестьян и города приводил к тому, что требовался более-менее грамотный рабочий. Вот шахматы оказались тем инструментом, который действительно развивал мышление людей. Так постепенно от интеллигентской игры она все шире идет в массы. Если мы говорили о 40 тысячах шахматистов, то во второй половине 20-х годов идет речь уже о 100 тысячах организованных шахматистах, о 150, о 300 и так далее. То есть к 30-м годам уже начинают говорить о полумиллионе организованных шахматистов. Качество шахмат, конечно, нельзя сказать, что очень высоко. Шахматные игры в обычных кружках люди играют, играют без часов, без записи там в провинции. Это просто иногда пишут для отчетности. Но тем не менее, вот этот массовый охват приводит к тому, что вырастают новые сильные шахматисты, новые чемпионы. И где-то примерно с 27-го года появляется шахматная молодежь, выросшая и воспитанная вот в этой атмосфере шахматной горячки, как мы можем назвать вот всю эту эпоху 20-х годов. Ну, например, 16-летний Михаил Ботвинник. Появляется первый гроссмейстер СССР, такой Борис Верлинский, чемпион СССР 1929 года. Ну, и с другой стороны, конечно, нужно понимать, что Россия со своей идеологией вот этой передовой страны лучшего будущего дистанцируется от буржуазных стран, в результате чего участие России в международном шахматном движении было резко сокращено. В 24-м году, когда была организована Международная шахматная федерация, руководство советское, в том числе Крыленко, сказало, что ваша организация буржуазная, она занимается развлечением богатой публики, она не направлена на воспитание, культурное воспитание масс, поэтому мы не будем в ней участвовать. Противопоставить этому хотели участие в рабочих интернационалах. Действительно, были рабочие шахматные клубы в той же Германии, в Веймарской Германии, где коммунисты имели достаточно весомое влияние, в Скандинавии и так далее. Вот наши шахматисты ездили играть со скандинавами, пытались играть с немцами, вообще мечтали о устроении рабочей шахматной олимпиады, но начались раздоры, дрязги, политика потом вмешалась, экономика вмешалась во время 29-го года экономического кризиса, и поэтому эта мечта не была реализована, и чуть ли не единственный раз, когда вот серьезно принял участие в буржуазном шахматном турнире наш шахматист, это был 1925 год, турнир в Баден-Бадене, ну и сильнейший шахматист, делегированный из Советской России, занял только седьмое место. Таким образом, вот эта отрезанность России с одной стороны, но с другой стороны массовые движения и появление первых шахматистов, вышедших из масс, то есть просто тот случай, когда из количественного числа шахматистов начинает выявляться качество, он дал такой очень мощный толчок шахматному движению. Но более того, шахматное движение действительно сыграло значительную роль в культурной революции, потому что раньше говорили, что главное это экономика, что есть базис, как говорили марксисты, и есть надстройка. Сейчас современные историки считают, что они как в ткани, есть основы и уток, то есть две равновеликие составляющие ткани, вот так же экономика с политикой и культурой переплетаются и оказывают влияние друг на друга. Поэтому с одной стороны мы говорим о том, что да, советская идеология повернула шахматы в сторону вот такого пролетарского движения, а с другой стороны мы говорим о том, что наоборот шахматисты используют советскую идеологию, в том числе советскую риторику, пролетарскую, марксистскую, революционную и так далее, для того, чтобы развить шахматы. То есть такой был обоюдный процесс. Это очень важно, потому что когда мы говорим о том, что шахматы, как любые другие общественные организации неполитического типа, типа все-таки играли политическую роль, они как бы позволяли появляться каким-то росткам гражданского общества. Вот это тоже была значительная роль, потому что иначе непонятно, как вот вдруг страна, которая стала полностью тоталитарной, вдруг смогла перестроиться и постепенно жить. Именно потому, что шахматы были той сферой неполитической жизни людей, несмотря на всю политическую риторику, которая во многом была такой маскировкой неполитической стороны шахмат, несмотря на всю эту грандиозную риторику, люди уходили вот в этот неполитический мир, где соревновались, где была честная иерархия, потому что ты выигрываешь или проигрываешь силу собственных сил, где поднимались наверх шахматисты более высокого уровня силы и достойны этого. Это было тоже принципиально важно. И во многом это тоже привлекали шахматы людей, потому что вокруг как раз вот было такое очень жесткое идеологическое давление. Ну и, наверное, во многом шахматисты в этом смысле были люди достаточно ироничные. И видно, как люди, которые в дальнейшем очень далеко ушли от советского шахматного движения, ну, скажем, Федор Богодорчук, который стал эмигрантом и деятелем власовского движения, да, они, тем не менее, благополучно жили, процветали в советской России, играли в шахматы. Но, может быть, еще нужно сказать, что в 20-е годы, когда терпимость была достаточно развитой, скажем так, в советскую Россию мог приезжать Боголюбов, очень сильный шахматист, даже становится чемпионом советской России, несмотря на то, что он жил в Германии. Он остался после турнира в Мангейме в Германии. Тем не менее, приезжал в советскую Россию, становился чемпионом советской России, но, тем не менее, потом из России уехал и где-то в 27-м году был объявлен политическим врагом. То же самое произошло с Александром Алехиным, который в 27-м году выступил в Париже с речами о том, что так же, как погиб миф о непобедимости Капабланке, пусть погибнет миф о непобедимости большевиков, ему было отказано и в признании советской России, с ним было покончено навсегда. Но что интересно, шахматные заслуги этих людей, Боголюбов и особенно Алехина, были настолько велики, что даже вот в самые такие годы гонений на эти буржуазные шахматы, конец 20-х, начало 30-х годов, говорили о том, что пусть Алехин наш политический враг, но его шахматные партии мы печатать будем, мы изучать это наследство будем, так же, как будем изучать всех наследствов, наследство всех шахматистов буржуазного мира до той поры, пока это будет полезно пролетарским шахматам. Таким образом, отгородившись от вот этих буржуазных шахмат, тем не менее, все самое лучшее советские шахматисты принимали, таким образом наладив вот эту информационную лазейку в буржуазный мир. Ну и когда стали вырастать собственные кадры, встал уже вопрос не о количественном шахматном движении, не о качественном, стали меняться лозунги, Россия стала ровнять себя с этим самым буржуазным шахматным миром, но это уже наступили 30-е годы, и мы будем говорить о них потом. А пока вот от этих годов осталась замечательная, великолепная шахматная горячка. Субтитры подогнал «Симон»